Отец Владимир, помогите понять, что такое низкая самооценка. Имеет ли это отношение к смирению? Надо ли православным ее повышать? Не приведет ли это к самолюбию и, как следствие, к гордости? Спасибо, Господи. Мы уже сегодня сказали, извратить можно все, что угодно. Вот материнская любовь вроде великое дело, но порою я знаю факты, когда матери не давали своим сновьям жениться или разводили своих дочерей. Вот никак не могли отпустить от себя, вот пользоваться самим. Вот, пожалуйста, извращение. Ну и что угодно можно пример приводить. Поэтому извратить все можно. Извратить все можно. А в данном случае низкая самооценка. Вообще-то, вот когда мне, сколько мне приходится, сталкивается с кем-то, и это чаще всего, как ни странно, от гордости у людей низкая самооценка. Это гордые люди о себе невысокого мнения. Почему? А вот они геопетрофирно и извращенно смотрят на себя воображаемым мнением других. Страдают болезненным честнавием и все время беспокоят их, что о них подумают и скажут другие. И видят себя чаще всего, ну, далеко не идеальными. И страдают вот такой самооценкой пониженной. Чаще это бывает, вот все-таки, мне приходится сталкивать это выражение гордости. А вот смиренный человек по-настоящему, у него самооценка довольно... Она не низкая, не высокая, она правильная. Сказать как? Мы видим, по делам нашим мы кто? Грешники без имени. Растопка адского пламени. Кто мы по делам нашим? Святые говорят, не достойны ни неба, ни земли, ни этой временной жизни. По грехам, по делам нашим. А по милости Божьей, кто мы, честь человек, образ и подобие Божие, образ Отца, искупленный кровью Сына Божьего Христа, освященный Духом Святым, да тем более искрещенный, причащающий, освященный Духом Святым. Образ и подобие Божие. Сыновья, дочери Небесного Отца. Вот и получается, как бы два противоположных начала. По делам-то он кто? Но по милости Божьей, оказывается, высота. И получается и низко, и высоко одновременно. Еще повторюсь. По нашим делам никакой оценки быть может вообще. По милости Божьей выше ангелов. И получается, когда вот это в гармонии в христиане пребывает, не может быть ни завышенной оценки, ну какая завышенная по делам-то грешников, не заниженной, но выше ангелов. Как можно это быть занижено? Как бы об этом особо глубоко и не рассуждаю. Чтобы не в ту сторону, не в ту сторону. Просто помни свои грехи и зная милость Божию, его промысл о спасении всех нас. В частности, в частности, и пасхальным воскресеньем засвидетельствованные. Давайте сегодня вспомним, что, какой Евангелие читалось в церквах. о явлении Спасителя апостола, и иже с ним был Фома. Господь ему говорит, помните, Фома говорит, когда ему говорили, Господь воскрес, он живой, мы видим, он говорит, я не смогу это поверить, пока не увижу, пока не пощупаю, пока вот в живую не убедуешь сам. И Господь является, говорит, Фома, иди, неси свой палец, трогай мои язвы, на, щупай. Вы помните, понимаете, какая глубина? Воскресший Христос, он что дал осязать, предложил Фоме? Тело свое, да, преображенное, да, иное, но человеческое тело свое, с которым не расстался. Поэтому наше человеческое естество во Христе, в Боге, в глубинах, то единство божественное, выше ангелов. Как же можно себе низко помышлять? Прямо сегодняшним Евангелем, служением церкви говорит, что наше естество во Христе воскрешено и вознесено выше ангелов. Ну, а по делам грешники? Почему во Христе? Потому что сами не могли, потому что сами в грехах утонули. Сыну Божию пришлось нас спасать. Мы могли только тонуть и все глубже, глубже в грязь вязнуть. Но Он нас отмыл и поднял на высоту. Слава Ему! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...